всем привет вы на канале лазница меня зовут вика и я снимаю уроки причесок так что если вам эта тема интересна то не забудьте подписаться на канал чтобы не потерять его и так что сегодня я для вас подготовила я освоила розочки из волос и решила поделиться с вами снять такой урок и рассказать все нюансы какие-то секретики которые я использую так что сейчас все увидите и будем делать очень красивую прическу для начала я разделяю волосы пробором от уха до уха далее затылочную зону мне нужно поделить на 5 равных частей как я это делаю как вы видите я делаю вот так вот пробор немножко дугой затем делю его пополам каждую из частей закалываю нижнюю часть мне нужно поделить на 3 и делю его таким вот образом то есть у нас получилось 5 частей далее каждую из частей я буду начесывать чтобы начес лучше сцепился я использую пудру вообще в идеале я бы еще сделала гофре если бы делал на человеке гофре плюс начес для чего мне это нужно я делаю начес плюс сделала богофре немножко сглаживаю чтобы хвост был без петухов и завязываю резиночкой для чего мне этот начес он мне нужен для того чтобы потом было к чему крепить невидимки этого можно было бы и не делать но я всегда продумываю так чтобы прическа была прочная и чтобы все хорошо крепилось далее я начинаю из хвостика уже выкладывать розочки я взбрызнула немножко спрей воском прядь и начинаю ее подчесывать взбивать то есть не плотный такой начес а как бы просто взбиваю волосы это нужно для того чтобы сделать серединку розочки чтобы она была плотная и хорошо подкалывалась то есть чтобы у нас не разъезжались волосы затем я все хорошо сверху сглаживают я поставила перед этим зажимчик чем длиннее у вас зажимчик тем шире вы сможете раскрыть прядь насколько вам широкая она нужна я продолжаю дальше работать с прядкой я ее немножко расческой подчесала сгладила расширила и все расческу убрала теперь я работаю только лаком и ручками я пробрызгиваю лаком с обоих сторон дую на прядь и пальчиками приглажу больше расческу мы не берем чтобы не разделить прядь на части она у нас должна быть цельная и также я начесывала не всю прядь а сантиметров 15-20 также и лаком прохожусь только по этой части то есть не по всей пряди потому что дальше я буду растягивать лепестки розы эта часть нам нужно только для центра теперь я беру ее и заворачиваю вот так вот на пальчик по кругу запомните в какую сторону вы заворачиваете чтобы все остальные розочки завернуть в ту же сторону так будет красивее смотреться и закалываю у основания к нашему начесу невидимками так как мы почесали прядь вы видите она не разваливается того что мы закалываем невидимками она продолжает оставаться цельной прядью мы подкололи основание я взяла временную шпильку чтобы не распускалась розочка и выкладываю по кругу эту прядь как вы видите тут у нас прядь без начеса поэтому она выкладывается удобней растягивать ее можно то есть прочесывать выкладывать как вам нужно и вот так вот по кругу я растягиваю прядку и по ходу креплю невидимками поэтому я и делала этот начес у основания и вот так вот я фиксирую лаком креплю невидимками и временные шпильки у нас служат для того чтобы вы зафиксировали все лаком и в таком положении как вы поставили временные шпильки и выложили пряди в таком положении у вас лак будет высыхать и в итоге получится очень прочная розочка то же самое делаем со следующей прядью я взбрызнула воском подчесываю сантиметров 15-20 проглаживаю расческой не вычесываю начес изнутри то есть у нас волосы должны быть одной массой там внутри сцепиться друг с другом чтобы нам было удобно закалывать их прочесала установила зажимчик растянула прядь последние штрихи прогладила все прядь нас устраивает больше мы расческу не берем и начинаем работать с лаком брызгаем немного не делайте так чтобы прядь была мокрая немножко брызните подуйте на нее и прогладьте пальчиками если чувствуете что мокрая подуйте дольше то есть чтобы мокрота ушла прядь не должна быть мокрая она должна быть абсолютно сухая только после этого вы уже можете закручивать розочку и опять вспоминаем в какую сторону мы крутили я крутила влево закручиваю серединку закалываю и продолжаю крутить дальше фиксируя все временными шпильками таким образом я делаю розочки из всех наших хвостов вот такие вот были у меня секретики для вас как сделать идеальную розочку чтобы она держалась крепко и не распадалась надеюсь что вы узнали что-то новое и вам было интересно посмотреть это видео не смотрите что сейчас все выглядит достаточно лысо потому что большое расстояние между розочками для этого нам и нужны будут наши волосы которые мы отделили еще в начале видео мы будем укладывать их между этих розочек прическа в итоге получится очень красивая очень нежная лысо лысо Субтитры сделал DimaTorzok Итак, все розочки готовы. Теперь я беру и подкручиваю кончики оставшихся височных зон. Субтитры сделал DimaTorzok Кончики подкрутили и дальше будем укладывать всю эту зону в прическу. У меня будет косой пробор. Я сразу его делаю и делаю его зигзагом. Далее я отделяю височек. Также отделяю зигзагообразным пробором. Можно оставить прядки у лица, если вам это нравится. Если не нравится, то вы забираете всю эту часть. Хорошо ее прочесываю, взбрызгиваю спрей воском, чтобы ребрышки лучше вытягивались и чище. И теперь закручиваю от лица прядь и вытягиваю тонкие прядки, ребрышки наши. Вытянула и временно фиксирую невидимкой. Теперь можно поставить ребрышки, как вам нужно, зафиксировать временными шпильками и взбрызнуть лаком. Далее приступаем к правой височной зоне и я делаю то же самое. То есть беру височек, закручиваю его от лица и вытягиваю прядки. Дальше идет следующая зона. Также ее скручиваю от лица и вытягиваю прядки. Как вы поняли, волосы с этих жгутиков мы будем потом укладывать между розочек. И у нас там не будет лысого пространства такого. Все будет красиво закрыто. И так, осталась последняя прядь. Я ее тоже буду делить на две, потому что она у меня была сильно крупная. И также буду укладывать жгутом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И теперь начинаем уже творить. То есть тут конкретно нету какой-то схемы. Тут вы просто уже работаете с вашим материалом, с волосами, которые у вас есть. Они могут быть длиннее, короче. Вы просто смотрите, куда удобнее вам выложить ваши прядки. Закрыть все проплешины, так скажем. И чтобы прическа смотрелась со всех сторон красиво. То есть вы просто берете и выкладываете волосы жгутами, или просто растягиваете, или просто делаете больше розочки. Это уже как вы захотите. Просто нужно все красиво прикрыть, и чтобы прическа была закончена. Я все временно фиксирую шпильками. Смотрю, как мне удобнее уложить прядь. Выставляю ее, фиксирую шпилькой. Сбрызгиваю лаком, чтобы она в таком положении застыла и осталась уже намертво. Затем я в конце все эти прядки закалываю пуду невидимками. То есть чтобы все прочно держалось. Так как у нас такой сделан каркас мини в самом начале, то нам есть к чему крепить невидимки, и они у нас прочно держатся. Поэтому я не переживаю, что прическа где-то как-то распадется. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...